Ну, сегодня, вчера я же говорил, что был не совсем удачный день. Оказывается, я ошибался, вчера был удачный день. Не совсем удачный день был сегодня у нас. Нет, вчера был не совсем удачный, сегодня совсем неудачный. Ну, сегодня было... Мне до этого говорили, и Андрей говорил, и Максим, и ребята говорили, что в Кале надо быть аккуратным, осторожнее ехать, что выбрасывает. Я это предупреждение серьезно воспринимал, какие-то странные люди, как так можно в Кале что-то выбрасывать. И ехал на хорошей скорости и вчера и сегодня до этого. В Кале заезжали, да, у нас выбрасывало, но нормально все было, в руле приезжали. Ну вот сегодня в Кале заехали со спуска на хорошей скорости. Выбросило так, что мы три кульбита, по-моему, сделали, да? Да и грунда. Чтобы комиссары не знали, ничего вообще, просто на бок чуть-чуть прилетели. Да, метр два прилетели. Вот такой был инцидент. На видео можете посмотреть там. Да, у нас есть видео, он борт. Но в чем прелесть, да, совместных интервью, оказывается, вот только сейчас выяснилось, что Анвар всерьез не воспринимал наши слова. Хорошо. Значит, будем усиливать, усиливать мысль и просьбу чем-нибудь более... Объяснять хорошим. Более, более весомым. Нет, теперь есть, теперь есть объяснение. Теперь можно будет всегда, я уже разговаривал с Анваром, что теперь всегда можно будет сказать, из колеи выбрасывает, как тогда на шелковом пути, как тогда в Казахстане. Как в Казахстане. Вот. На самом деле достаточно, ну, такое стечение обстоятельств, потому что ехали хорошо, ехали быстро, чужой пыли не было, видели на горизонте, сзади никто не догонял, то есть ничего нас не давило, кроме собственных амбиций и желаний, наверное. Вот. Да, там левый поворот с переката, ну, тоже ничего сверхспециального, никакой, никакой специальной пометки от организаторов, ее там и не должно было быть. Вот. Но именно так, что колея, которая остается более широкими машинами Super Production, она не совсем подходит для нас, поэтому раскачала, выбросила. Пробовали отрулить, и вроде как получалось, но попалась полоса мягкого грунта, и просто колесо переднее левое завязло, и дальше, дальше чуть-чуть прилегли на бок. Но загнули задний рычаг совсем. Вот. Совсем так, что без нового ехать невозможно. Ну, что можно сказать, что организаторы Рали Казахстана этого года отличаются в очень хорошую сторону, своей организованностью, своей скоростью реакции, потому что к нам раньше подъехала машина организаторов, чем машина, стартовавшая за нами в трех минутах. Вот. Помогли и оставались с нами до последнего момента. Спасибо тем трем экипажам, которые были с нами все это время, потому что нас накормили... Экипажам, экипажам организаторов. Да, экипажам организаторов безопасности, потому что они накормили нас обедом из трех блюд. Даже предлагали пиво, но мы за рулем не-не. Вот. Ну, и продолжать мы просто не могли, по той причине, что уже, опять-таки, потому что организаторы были очень расторопны, быстро нас нашли. Мы не могли получить несанкционированную помощь и продолжить. И для нас сегодняшний спецучасток закончился. Сейчас мы ждем решения технических комиссаров и полной решимости продолжить завтра. Я надеюсь, что Анвар завтра будет слушать и воспринимать все уже серьезнее. Для меня это очень хороший опыт был. Вот именно этот инцидент. Теперь буду знать, как себя в колее вести. И что нельзя хотеть отыграть время? Да, и что нельзя отыграть время за так короткий период. Надо ехать просто в своем темпе и все. Хорошо. Главное, то, что мы целы. Что самое главное, да. То, что мы целы, а второе, хорошо, что... Ну вот, хочется только, чтобы пилоты на утро, когда одевают шлем, не забывали, что они говорили вечером. Да, да, да. Постараюсь.